Всем привет! С вами канал Life in New Zealand и события прошедшей недели. Ну что, начнем, как всегда, с нашей любимой темы. За прошедшую неделю количество заболевших продолжает снижаться. У нас каждую неделю заболевших коронавирусом в день все меньше и меньше. На этой неделе количество не превышало 100 в день, все время было меньше, там 90-80 и так далее. То есть, плясало туда-сюда, так скажем. А в госпиталях у нас находится все время около 60 человек и около 4 в палатах анденсивной терапии. Так что результат налицо, правительство пока на коне и, то есть, даже самые большие хейтеры, я имею в виду, оппозиция ничего против этого сказать не может. Посмотрим, что будет дальше. Ну а в Новой Зеландии появился штамм омикрон. Человек прилетел из Германии, привез его сюда. Сейчас он находится в городе Украичерч в изоляции. Также, по последним данным, еще трое объявились с этим вирусом. Все те же, кто летел на одном самолете с ним. Как многие из вас знают, он очень сильно заразный считается, но не такой сильный. И это у нас в стране обсосали так, как будто это такое событие, как будто какая-то суперзвезда в страну прилетела. Некоторые специалисты, которые планируют, моделируют и так далее, начали говорить, что надо перенести открытие границы с Австралией. Я имею в виду то, что запланировано на середину января. Опять же, это для новозеландцев, которые хотят вернуться на родину. То есть, они смогут прилетать без карантина сюда. Только семь дней дома посидеть, конечно же. То есть, даже это перенести, потому что мы не знаем, этот штамм очень заразный, тря-ля-ля, три рубля. Но давайте вообще закроемся и ничего не будем делать. Полностью говорят глупости, по моему мнению. Потому что мы все, как добросовестные граждане, пошли вакцинироваться. Нас попросили, сделайте, чтобы у нас не возникло эпидемии. Большинство населения, 90%, кстати, у нас уже вакцинировано полностью в нашей стране, достигло вот на этой неделе этой точки. 7 регионов из 20 регионов Новой Зеландии, 90% или больше. В принципе, вытягивают всю страну Окланд и Кентербери регион. Там больше, чем 90% вакцинированных, так же, как и в Окленде. Вот они покрывают тех недостающих по остальным регионам. Ну, а одной дозой вакцинировано 94% населения Новой Зеландии. Население, я имею в виду, 12 лет и старше. Кстати, еще одна вещь. Медсейф, организация, которая отвечает за лекарства в нашей стране, одобрила применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. И вакцинация, скорее всего, начнется уже где-то в середине или в конце января. Ну, а в четверг в городе Веллингтон около 3000 человек собрались на протесты против вакцинации, а также против системы светофора в Новой Зеландии. Они прошли по улицам, подошли к парламенту, скандировали к Джасинду Гетти и все в таком духе. Они кричали парламентариям, чтобы они вышли и показали свои лица народу, но то ли организаторы были не в курсе, то ли не хотели быть в курсе, то ли они просто лоханулись. Одним словом, парламент был пуст. Дело в том, что за день до этого протеста парламентарии попрощались друг с другом и ушли благополучно на рождественские каникулы. Так что протестующие кричали в пустые окна. Ну, такой конфуз получился. Это мероприятие охраняли около 50 полицейских. Основная проблема это была, естественно, для обычных граждан, а также для бизнесов. Они испытали огромные трудности, потому что автобусы на другие эти улицы перевели. Людям было ни пройти, ни проехать. Бизнесы не могли нормально работать на этих улицах, по которым шли протестующие. Одним словом, ничего хорошего из этого не выходит. Причем, ну, организация какая-то глупая немножечко, вот честно говоря. Ну, а с 15 декабря, наконец, открылись границы Окленда. Долгожданное открытие. Огромное количество людей, наконец, смогли воссоединиться со своими семьями, со своими родными, близкими после 4 месяцев ожидания. Air New Zealand вот объявил, что в течение одного только дня по Новой Зеландии разлетелось из Окленда около 12 тысяч человек. В то же время они заметили, что примерно такое же количество людей прилетело в Окленд. Со всей Новой Зеландии. Так что такое произошло, небольшое замещение. Кто-то выехал, кто-то приехал обратно. Потому что многие уже готовятся к отпускам, некоторые уже ушли в отпуск. Хочу напомнить, что в Новой Зеландии на Рождество всегда практически все бизнесы, я имею в виду бизнесы, которые не связаны, естественно, с туризмом или с досугом, так скажем, закрываются. Заводы, стройки все закрываются. Как минимум на две недели люди уходят в отпуска. Кто даже не хочет, тех выгоняют в отпуска. Потому что праздники. У нас очень много, как раз на это время попадает государственных праздников. Четыре государственных праздника, четыре дня государственных. Так что вот этот шумок, почему не взять отпускные и полноценно отдохнуть хотя бы две недельки. Так что большинство делают именно так. Ну, пока еще все работают. Со следующей недели уже начнет количество людей уменьшаться в городе. Люди начнут выезжать на свои дачи, на свои, я не знаю, арендованные дома, к морю, к океану, на пляже. Потому что у нас, вот видите, солнышко светит. Хотя сегодня довольно-таки прохладно с утра. Все регионы, которые находятся сейчас на красном уровне, с 30 декабря перейдут на оранжевый уровень. Кроме Нортланда. Нортланд не хотят переводить на оранжевый уровень по причине того, что уровень вакцинации в нем самый низкий в стране. Многие бизнесы, конечно, этому очень-очень расстроились и были удивлены. Ведь дело в том, что по вот этому графику, вернее, по этой бумажечке, которая есть практически у всех по поводу уровней красный, оранжевый и зеленый, мы на данный момент, в принципе, в Окленде можем находиться спокойно на оранжевом. А многие говорят, что даже можем находиться на зеленом. Во всей стране вообще практически везде может быть зеленый уровень. И все недоумевают, почему у нас в больницах около 60 человек всего, 4 всего в палатах интенсивной терапии в палате находятся, да? И люди не знают, почему так. По идее, все это делается для того, чтобы снизить нагрузку на медицинскую систему. Однако по непроверенной, по, так скажем, неофициальной информации, я вот слушал радио, и один человек позвонил туда и рассказал свою теорию, почему это все происходит. Дело в том, что он общался с одним из врачей в Оклендском госпитале на Норшоре, на северной части Окленда. И врач ему рассказал, что их больница переполнена пациентами. Дело в том, что очень много плановых операций, а также планового лечения, было перенесено или отложено из-за того, что Окленд находился на локдауне. Так вот, сейчас как раз-таки все эти плановые лечения и операции начались. И оклендские госпиталя переполнены людьми, которые лечатся. Но это вот, опять же, хочу сказать, что это по словам одного из радиослушателей. А как оно в реальности, мы не проверяли. Вопиющий случай произошел в госпитале города Крайщорч. По какой-то странной случайности, одному из пациентов кололи вакцину уже использованной иглой. До этого ее использовали для бустерной дозы другому человеку. Это уже вообще четвертый случай, который происходит в нашей стране с момента начала вакцинации. Оба человека сдали анализы на данный момент. Проблем нет, кроме психологических, конечно же. У того человека, кому эта женщина была, ей укололи использованной иглой. Она, конечно, в шоке. Я надеюсь, что все закончится хорошо. Но, честно говоря, это, конечно же, очень и очень ненормально, по моему мнению. Потому что я могу понять, такое могло бы произойти где-то в аптеке. Потому что там просто людей обучили, как колоть, а не колят эту вакцину. Но здесь госпиталь, здесь профессионалы. И допускать такие ошибки, я считаю, ну, недопустимо. Извините за тавтологию. Исключение на получение 600 рабочих виз будут сделаны для IT-индустрии. Такое решение приняло правительство на основании переговоров с представителями IT-индустрии. Дело в том, что огромная нехватка у нас специалистов в разных сферах IT-индустрии. И вот договорились, что 600 виз будут выданы. Одно из требований, кстати, это зарплата. Зарплата у специалистов, которые будут приезжать, должна быть от 95 до 120 тысяч. Если больше, конечно же, тоже хорошо. То есть это вот один из критериев. Также будут сделаны послабления, будут выданы дополнительные визы для работников сельскохозяйственной отрасли. И они очень, ну, правительство надеется, что это может помочь. Потому что там тоже огромная нехватка рабочих рук. Дело в том, что нехватка везде. И в стройке, и в медицине, и везде. Да, огромная нехватка рабочих рук. Но почему-то вот такими капельками выдаются вот эти вот визы. Но я не знаю, насколько это поможет. Потому что по опыту предыдущих действий, да, когда выдавались визы там для, опять же, сельскохозяйственной сферы, выдавались визы для молочной сферы производства молока, да, и молочной продукции, небольшое количество людей получило визы и приехали. Люди просто боятся ехать. Даже те, кто хочет приехать, они не знают, получится ли у них это сделать. Потому что безумно тяжело забукировать, зарезервировать это вот место в карантинном отеле. Безумно тяжело приобрести те же самые билеты, они не такие дешевые. Да и вообще, люди не знают, что их ждет в будущем. Рабочая виза – это не резидентство. И люди не знают, по примеру того, что происходит с другими, да, они видят, как люди настрадались. Те, кто здесь живут и пытались получить резидентство, и, наконец, им что-то выдали и разрешили это получать, да, они не определились, хотят они ехать или нет. Даже те, кто хотят, они просто боятся. Поэтому вот с предыдущими визами очень мало количества людей приехало сюда. Это вот из опыта предыдущего, не знаю, что дальше будет. Министерство образования фиксирует всплеск числа заявлений на домашнее обучение. Рост начался с началом пандемии. Самый большой всплеск произошел в этом году, после второго локдауна. Министерство сообщило, что в начале декабря на домашнем обучении было около 8,5 тысяч человек. Примерно на 1300 больше, чем в середине прошлого года. В то же время учителя перестали уезжать из Новой Зеландии. По статистике, количество людей, которые хотят остаться в Новой Зеландии, выросло с 89 до 93%. И сейчас может возникнуть очень такая конфликтная ситуация. Дело в том, что у нас есть нехватка учителей. И начинают выдаваться визы, чтобы люди приезжали сюда. Но может такая ситуация случиться, что количество учителей превысит необходимый предел. И тогда учителя будут уже не востребованы. Это, конечно, такая вообще странная политика у правительства. Они не знают, они не могут нормально подсчитать, сколько чего им нужно. Потому что они говорят, что если мы не будем сюда привозить учителей, то у нас может возникнуть нехватка. Потому что в то же время, если начнется снова отъезд учителей за рубеж, а это может случиться, потому что у нас границы, в принципе, открываются, я имею в виду, со всем миром, в конце апреля этого года, а в Австралию можно еще раньше будет улетать, то учителей снова не будет хватать. И поэтому вот эта головоломка, она как бы практически нерешаема. Самая же большая нехватка учителей это Терео Маори, люди, которые преподают язык Маори и культуру. Кстати, если вы знаете язык Маори, приезжайте, вы будете востребованы здесь. Ну а также учителя, которые преподают точные науки, такие как математика, инженерные науки, технологии и так далее. Эти все науки объединены в одну дисциплину, вот таких вот специалистов не хватает в стране. Так что если вы шарите в этом, у вас есть возможность приехать сюда, жить и работать. Естественно, вам нужно знать для этого английский язык. Не так хороши кенгуру, как вы думаете. На картинках кенгуру выглядят славными, прекрасными животными. Однако в ближайших лесах города Веллингтон обнаружены тушки, маленькие кенгуру, волоби. Это маленькие кенгуру такие, они были привезены сюда из Австралии, очень хорошо здесь расплодились. Их контролируют сейчас, но вот видите, не до конца получается. И поэтому представители самоуправления просят людей, если вы заметили в этом регионе живых животных, обязательно сообщите. Потому что они могут попросту истребить местную экосистему. У них нету здесь никаких хищников, которые бы могли на них охотиться. И поэтому они плодятся как кролики. Они хоть и кенгуру, но очень-очень хорошо размножаются. Их стараются держать в определенных регионах, где они никому не мешают. Но вот такие всплески происходят. Ну, аэропорт города Крайсчорч разместил у себя собак-терапевтов. Дело в том, что после открытия границ с Оклендом начался огромный поток, по крайней мере, местных жителей в город Крайсчорч. Через аэропорт многие прилетают. Это очень тяжелые сейчас и трудные рабочие будни для работников аэропорта. И поэтому собачки скрашивают их досуг. Они могут с ними поиграться. Как, кстати, прилетевшие, как пассажиры, у кого есть вдруг стресс, тем более у маленьких детей, они могут очень сильно помочь. А также для работников аэропорта они просто могут подойти, погладить щенка, погладить собачку и улыбнуться. Вот такие муси-пуси, они, конечно же, я думаю, помогают. Просто расслабиться, отвлечься чуть-чуть от стресса, от будни и почувствовать себя лучше. Вот на такой вот ноте мы хотим закончить. Хотя чуть-чуть еще я про погоду скажу. На прошлой неделе я сделал глупость. Я вам сказал, что летом в Новой Зеландии нет затяжных дождей. Накаркал я. Извините, больше не буду. Потому что в воскресенье, как ливанул дождь по всей территории Новой Зеландии, и он шел практически целую неделю, не прекращаясь во многих местах. Некоторые районы в стране даже пострадали от наводнений из-за этого. Я проношу свои извинения в очередной раз. Каркать не хочу больше. Ну, вроде бы все заканчивается. Кстати, сегодня у нас довольно-таки прохладно для лета. Сейчас мы ехали, вот только 19 градусов показывают. Видите, я даже жилетку одел. Но все должно поменяться. С завтрашнего дня начнется потепление с воскресенья. Также дождики должны прекращаться. До середины недели в Окленде еще будет переменная облачность. Но после этого облака должны испариться, и будет светить только солнышко. Ночью 16-17 градусов обещают на следующей неделе, а днем в районе 25-24-25. Так что лето возвращается. Все на пляж, всем отдыхать. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Я надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Ну и на колокольчик нажимайте, чтобы не бросить видео.